Почту лишили субсидий. Подписка на газеты подорожает в разы. Эта новость успела уже напугать читателей и редакторов печатных изданий. Первые опасаются, что газеты станут им не по карману. Вторые, что упадут тиражи. А в самом худшем случае некоторые редакции могут просто закрыться. Ситуацию изучила наша съемочная группа. Я из почты. Я почтальон тутошный. Печкин. Поэтому я все должен знать, чтобы почту разносить. Вы, например, что будете выписывать? Я буду мурзилку выписывать. А я про охоту что-нибудь. А я ничего не буду. Я экономить буду. Экономить точно придется. Если раньше подписаться на районную газету на полгода можно было в среднем за 330 рублей, то теперь почти за 500. Для пенсионеров и сельчан разница вполне ощутимая. К сожалению, по независимым от нас причинам подписная цена увеличилась и намного. Конечно, цены они и раньше поднимались потихонечку, но такого резкого скачка не было. Газета нынче не просто информатор и советчик тоже, что удивительно, по привычке также обращаются к нам и за помощью. Правительство лишило Почту России субсидий на доставку газет и журналов. Ранее на эти цели из бюджета выделялось по 3 миллиарда рублей ежегодно. С июля 2014-го расходы планируется переложить на читателей. Для почты такой вариант подписки всегда был убыточен. И поэтому с тем, что вот эта была дотация снята, поэтому и получилось такое подорожание. На одной из ведущих газет Республики Хабар до 9 апреля можно подписаться за 460 рублей с копейками, а со второго полугодия уже за 744 рубля на 6 месяцев. При этом редакция из этой суммы перепадет только 144 рубля. Остальная сумма останется у почтовиков. Редакторы изданий всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией и надеются на преданность подписчиков. Насколько сократятся тиражи газет и сколько их вообще останется, точно станет известно 1 июля. Именно тогда кончается срок старой подписки. Но еще надежда остается на розничную торговлю.